Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. 13-й элемент. В Чубаксарах состоялось заседание Ассоциации производителей и потребителей алюминия. В социальный пакет или компенсация? Федеральные льготники снова перед выбором. 35 тысяч километров пробега. Чувашский велопутешественник Никита Васильев вернулся домой. В Чубаксарах обсуждают перспективы отрасли цветных металлов. Столица республики принимает членов Ассоциации, в которую входят производители и потребители алюминия. Сегодня в Доме правительства состоялось пленарное заседание. Как в стране намерены развивать экспорт продукции из цветных металлов и какие проекты могут быть реализованы в этой сфере, тему продолжит Дмитрий Ковалев. Спрос на алюминиевые сплавы продолжает расти, причем стремительно. За год в мире потребляют более 50 миллионов тонн этого металла. Но в перспективе уверены специалисты, объемы производства надо будет увеличивать. По прогнозам аналитиков компании CRU, которая специализируется на анализе рынка цветных металлов, в среднем до 2021 года будет расти отрасль на 4%. Такими темпами к 2021 году потребление алюминия в мире вырастет до 95 миллионов тонн в год. И где будет применяться алюминий? Соответственно, почти половина всего алюминия будет расходоваться в транспортной отрасли и в строительстве. Из алюминия в ряде стран производят суперкары, поезда и даже самолеты. Преимущество этого материала – огнеупорность и коррозионная стойкость. В России доля продукции из цветных металлов пока не так высока. Применять алюминиевые сплавы, к примеру, в сфере строительства и автопрома, мешают нормативные акты. Вот эти отрасли промышленности, они ведь используют в основном сталь. И компетенции в сварке и алюминия у них нет. И, к сожалению, сегодня их тоже не очень много. И могу сказать, что это является одним из основных препятствий для применения алюминия вот в этих отраслях. Вот мы можем взять завод «Цеспель», который производит прекрасные цистерны, в том числе и из алюминия. Если мы возьмем Европу, то более 90% всех цистерны изготавливаются из алюминия. В ассоциации производителей, потребителей и поставщиков алюминия продвигают новые проекты. Из этого металла будут производить оконные рамы, тепличные комплексы и автомобильные мосты. Вообще, отмечают специалисты отрасли, необходима импортозамещающая продукция. Ключевую роль отводят регионам. Мы приехали с целью того, чтобы, ну, во-первых, показать работу алюминиевой ассоциации, показать то, и всех собрали здесь, показать, как развиваются чувашские предприятия. Конечно, предложить министерству Чувашии те проекты, над которыми сегодня работают алюминиевые ассоциации, и которые позволят, ну, создать абсолютно новые производства, которые направлены как на импортозамещение, так и на развитие потребления алюминиевой продукции в России. Это может быть развитие в области производства на сейспеле авиационных контейнеров. В республике планируют готовить и специализированные кадры для алюминиевой сферы. И создавая межрегиональный центр по компетенции, как раз по работе на производство с составом алюминия, на производстве разных видов товаров, мы можем создать дополнительно новые товары, которые будут продаваться на экспорт. Вот это наша цель. Сейчас алюминиевые сплавы предприятия республики применяют для выпуска электротехники, кабелей и контейнеров. Но спрос на цветные металлы повышается. В Чувашии из этого материала намерены производить станки, тренажеры и комплектующие для автопрома. По прогнозам, через пять лет собственной алюминиевой продукцией страна будет обеспечивать себя почти наполовину. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. В Чебоксарах достроено жилье, в котором будут жить горожане, чьи дома попали в четвертый этап программы по переселению из аварийного жилья. Съемочная группа побывала в микрорайоне Соляное. Еще не заселенный дом на 144 квартиры. Все для переселенцев из аварийного жилья. На сегодня все объекты в таком состоянии. Детские площадки стоят, благоустройство сделано. Остались буквально последние нюансы. И, соответственно, я думаю, торжественное вручение ключей мы начнем уже где-то с начала октября. Переселять в Соляное будут со всех районов столицы. Те, кто жил, к примеру, в центре, от этого, конечно, не в восторге. Опасения понятны. Однако через некоторое время район перестанет быть окраиной. В общей сложности здесь планируется построить 200 тысяч квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой. Допустим, сейчас вот остро стоит вопрос по садику в этом микрорайоне. Мы подали заявку в соответствующем министре России. Я думаю, на следующий год нам финансирование выйдет. В следующем году, здесь уже 1 сентября, я думаю, садик запустится уже. Здесь очень много домов еще будет строиться. Соседний дом буквально. Это коммерческое жилье. Вот за вами тоже коммерческое жилье. Люди эти квартиры здесь покупают. В принципе, другие, да, не переселенцы из аварийного жилья. Кстати, в соседние дома уже въехали те, кто раньше вошел в эту программу. Удобства не было. Вода на улице и туалет на улице было. Сейчас хорошо. Ну, привыкаем. Квартира нравится мне. Там что, старые дома? Тут-то лучше, конечно. Новые-то, новые-то, все. Квартира-то новая. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. 1 октября – день Икс. До этой даты все федеральные льготники, которые имеют права на бесплатные лекарства, должны определиться. Будут ли они получать препараты или денежную компенсацию за них? Что предпочитают льготники-чувашии? Об этом Ольга Пырычкина. Бесплатное лекарство или денежная компенсация? Для Владимира Ларионова, который уже больше 10 лет является федеральным льготником, ответ очевиден. В последнее время букет болезней, три инфаркта, диабет второго типа. Ну и соответствующим образом большой список лекарств, в том числе и довольно дорогих. Я предпочитаю получать все-таки лекарства в натуральном виде. Причем последние, ну по крайней мере, 3-4 года в этой сфере порядок навели достаточно хороший. И вот с первой аптекой у нас почти семейные отношения. И меня этот вариант устраивает полностью. Владимир Николаевич рассказывает, если лекарство, которое прописал врач, в аптеке не оказывается. Он просто оставляет рецепт и максимум через неделю ему звонят домой и приглашают забрать препарат. Впрочем, такие хорошие отношения с провизорами складываются не у всех. Решить, что им удобнее, получать соцпакет или компенсацию, федеральные льготники должны до 1 октября. Специалисты Минздрава советуют взвесить все за и против. Все же каждому гражданину необходимо подойти к решению данного вопроса с максимальной ответственностью, так как практика показывает, что вернуть набор социальных услуг в течение года достаточно все-таки проблематично. В 2016 году в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике обратилось более 200 человек с вопросом о досрочном возврате набора социальных услуг по причине изменения лекарственной терапии и назначения более дорогих препаратов. Вернуть соцпакет может и проблематично, но, возможно, отмечают специалисты государственной аптечной сети. Просто на это потребуется время. В регистр долгов Пенсионный фонд включает. Порой бывает до 20-25 дней. А пока пациент не появится в регистре, рецепт ему не могут выписать. Итак, для того, чтобы принять решение, он годников чуть больше недели, будьте здоровы. Ольга Пырычкина, Олеся Русакова, Сергей Адушкин, Игорь Зверев, Республика. Сегодня с утра инфекционный стационар детской больницы на Гладково заработал в обычном режиме. Неполадки в электросчетовой полностью устранены, сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Детскую инфекционку закрыли 19 сентября из-за задымления в подвале. 126 детей и 97 родителей были эвакуированы. Их разместили в стационарах Чебоксар и Новочебоксарска. За эти дни часть маленьких пациентов успели выписать, а другие вернутся долечиваться в инфекционный стационар детской больницы. Чебоксары вошли в топ-20 самых недорогих городов России, популярных для путешествий. Рейтинг составило агентство Турстат. В первую десятку самых бюджетных и самых популярных у туристов городов регионах России вошли Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орел, Челябинск, Брянск и Ижевск. Чебоксары вошли в топ-20 российских городов для осенних путешествий. Столица Чувашия оказалась в рейтинге на 18-м месте. Отдых в Чебоксарах обойдется от 2500 рублей до 2700 в сутки. В суточный бюджет поездки входит стоимость проживания в гостинице на два лица, обед в кафе и посещение городского музея. Рейтинг топ-20 недорогих городов замыкает Уфа. Ограниченные возможности – этот термин хорошо известен во всем мире. Но сегодня люди с тяжелыми диагнозами доказывают – их возможности гораздо шире. Нужна только определенная поддержка. В Центре социального обслуживания население города Чебоксары готовы это наглядно продемонстрировать. В Чебоксарах проживают около 30 тысяч людей с ограниченными возможностями. Для них необходимы особенные условия. В нашем регионе, как и в России в целом, эти условия создаются в рамках программы «Доступная среда». Так, проект возрождения в Центре социальной поддержки начал работать совсем недавно, но сделано уже немало. В рамках доступной среды у нас первую очередь в Центре, конечно, входную группу полностью переоборудовали. Фандус для инвалидов – это колясочников, чтобы они могли подняться в наш Центр. Оборудована зона для предоставления социальных услуг. В зоне социальных услуг – компьютерная техника. Она адаптирована для людей с проблемами зрения и слуха. Молодые люди с ограниченными возможностями могут освоить в Центре азы компьютерной грамотности. В данный момент мы сейчас изучаем программу «Аксель». Она мне нужна для работы, потому что я работаю, подрабатываю у индивидуального предпринимателя, веду учет, веду зарплату. И поэтому эта программа дает много возможностей. То есть не надо много делать вручную. Арт-терапия, кукольный театр, дом-мод – это еще не весь список клубных занятий социального центра. Главное, что молодые люди с ограниченными возможностями встречаются в теплом и уютном центре, общаются, вместе посещают музеи и выставки. Общаются тут с специалистами, они оказывают нам очень реальную помощь. При компьютерном обучении, спортивные занятия проводятся, такие мероприятия, как праздничные мероприятия проходят. У нас разными категориями инвалидов. Мы общаемся и колясочники, и инвалиды по зрению, и инвалиды других категорий. В комплексном центре социального обслуживания трудится 120 социальных работников. При необходимости специалисты центра могут оказать помощь на дому. Чтобы аппетит был отменным, в Чебоксарах успешно реализуется муниципальный проект «Школьное кафе». В этом году победителями конкурса стали 3-й лицей и 61-я школа. Модернизация столовой в столичном лицее номер 3 обошлась в 1 миллион рублей. В проектировании принимали активное участие родители, школьники и учителя. После летних каникул все были приятно удивлены переменами. В столичном лицее номер 3 учатся более 700 детей. Школьники с нетерпением ждут звонка с урока, чтобы на перегонки побежать уже не в столовую, а в новенькое, модное и уютное кафе. Здесь установлена удобная цветная мебель, стилизованы стены, заменено на польное покрытие. Кроме того, увеличилась линия раздачи еды. Теперь есть специальные прилавки для холодных закусок и горячих блюд. Тут все очень красиво, тут все цветное, все яркое. Просто нравится, было все серое, все невзрачное. Мне очень нравится, все так стало красиво. Букет. Здесь очень вкусно, кормят, красивый интерьер. Очень всегда приходишь, хочешь куда ходить. Здесь очень вкусная еда, все в ярких тонах, красивый дизайн. В лицее говорят, для учеников это не просто кафе, а комфортное место, где дети проводят время между уроками. Детям негде собираться, вот коридоры все прямые, уголков особых нету. Но мы давно заметили, что дети после уроков собираются здесь, общаются, беседуют и даже играют. Ну и предоставить им такую возможность, чтобы столовая не только их кормила, но и была очень хорошим местом для общения. Местом, где хочется быть и общаться, конечно, это очень хорошо. Новый учебный год требует много сил от школьников. Над пищей для ума трудятся повара. Все самое вкусное, свежее и полезное, уверяют они. Стоимость питания остается неизменной. Завтрак 23 рубля, обед 46. Ассортимент увеличился, обед комплексный у нас, потом шведская линия. Также в конце уже вечернего дня можно свободный выбор. Детки уже выбирают, что хотят по карману, по вкусам. Помимо обедов, ребята уже планируют устраивать на новой площадке литературные и музыкальные вечера, конкурсы, встречи и мастер-классы с интересными людьми. Проект «Школьное кафе» оказался весьма удачным и будет развиваться дальше. Рифат Фаткулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Чувашский велопутешественник Никита Васильев приехал в родной дом. В дороге он находился почти два года. Объехал множество стран. Никиту встречали друзья, журналисты и любители экстремальных путешествий. Позади 35 тысяч километров, десятки стран и городов, сотни людей на пути, много новой информации. Чтобы это все осознать, понадобится время, признается Никита. А пока у него простое человеческое желание отдохнуть после дальней дороги. Зимой, может быть, буду писать книгу, уже какой-то большой отчет нужно делать такой. Постараюсь, надо найти вдохновение на это все. А зиму пока нужно собираться с мыслями. То есть я уже три зимы не был дома в наших краях, в наших широтах. Хочется посмотреть снег хоть нормальный, погулять, просто отдохнуть. Уезжал один, а возвращается и с десятками единомышленников. Никита Васильев за два года путешествий по миру обрел не только любовь и признание, но и самое главное, верную спутницу жизни. Расстояние для этой пары точно не помеха. Вдвоем они преодолели больше трех тысяч километров. Новосибирские Анастасии ждут родные и любимая работа. На авантюру девушка пошла, не раздумывая. Она признается, что было нелегко, но сложности только закалили ее характер. Честно, сама удивляюсь, как я решилась. Сейчас уже все позади и в голове не укладывается, если честно. Но очень захотелось просто что-то поменять. Я подумала, если я этого не сделаю, я буду жалеть просто всю жизнь. Хотелось посмотреть на Амир его глазами, посмотреть это все так, как он описывает в своем блоге, так, как он рассказывает. И это оказалось действительно так и сложно, и иногда просто, иногда очень интересно. Иногда даже плакать хотелось, потому что сложные моменты тоже были. Но это того стоило. На долгом и нелегком пути Никиту поддерживали и старшие товарищи. Сейчас, наверное, трудно еще оценить, что он совершил. Но я считаю, что он совершил настоящий подвиг. Настоящий подвиг. Он всегда на своем пути рассказывал о Чувашии. Он говорил всегда, люди везде одинаковые, они добрые люди. Они не хотят войны. Мы всегда можем, простые граждане, можем всегда договориться. Никита признался, что дорога и он – вещи неразделимые. И навряд ли у него получится жить тихой, размеренной жизнью. Поэтому будем ждать новых подвигов от Чувашского путешественника. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся на национальном телевидении Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова